СОРОВОЛЫЖНЫЕ ПРАЗНИКИ Девять лет соревнований, тренировок, сборов и все равно каждый старт – это волнение. В этот раз воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва Яна Сабитова ставила цель минимум улучшить свой результат прошлого года, максимум победить. Внимание! На старт! Марш! Женщинам дали старт через несколько минут после мужчин. Спортсменки бежали 5 километров. Это один круг. На финиш Яна пришла четвертой. Результатом осталось довольным. Ощущения прекрасные, прекрасная атмосфера. Вообще с погодой очень повезло на тот момент, когда мы бежали. То есть не было такого снегопада, который идет сейчас. У мужчин нагрузка была в три раза больше – 15 километров. Трасса сложная. Только на одном круге спортсменам предстояло преодолеть 8 подъемов и 8 спусков. Не обошлось и без досадных падений. Что ж, так как прегновение какой-то мостик сегодня. В этом году традиционные соревнования «Лыжня России» объединили с состязаниями в рамках мемориала имени Музрукова. 42-й турнир посвятили 75-летию образования ядерного центра и юбилею первого завода. От печи цеха 21-18 сегодня был зажжен факел для того, чтобы зажечь огонь мемориала по нашей доброй традиции, которая проходит ежегодно, несмотря ни на какие катаклизмы погоды. Единственное, что обидно, это нет ведущих команд городов-спортсменов «Росатома», которые все-таки в эти ограничения у нас не смогли приехать. В условиях ограничений состязания провели в новом формате. Ученики приняли участие в «Лыжне России» накануне, пробежав дистанции на школьных стадионах. На лыжной базе соревновались только сотрудники ядерного центра и воспитанники школы Олимпийского резерва. На старт вышло 70 ведущих спортсменов на трассе повышенной сложности. Из них 50 ориентировочно мужчин и 20 женщин. Итоги соревнований подводили по возрастным категориям. Поэтому четвертое место в общем зачете стало для Яны Сабитовой золотой медалью в своей группе. Награды победителей и призеры забирали сами. В условиях пандемии награждение провели бесконтактным способом. А сразу после дали старт желающим сдать нормы ГТО. Мужчинам предстояло пробежать 5 километров, женщинам 3. Заявки на сдачу нормативов подали 300 соровчан. В 2021-м бассейн «Дельфин» отметил 55-летний юбилей. За эти годы там провели сотни соревнований различного уровня. Склонившись над памятным альбомом, летописью «Дельфина», на страницах которого запечатлена история бассейна «Старая гвардия», возвращается в детство. Они были первыми воспитанниками секции плавания, которая появилась в нашем городе 55 лет назад. «Дельфин» хотели сдать в конце 65-го. В сентябре по всем школам дали объявление «Идет набор», а точнее отбор. Желающих попасть в секцию собрали на центральном стадионе и дали три задания. Пробежать 60 метров, выполнить становую тягу и показать силу легких. Надо было, что есть мощь и думать, спирометр. Из тех, кто прошел, сформировали группы и отправили в зал на сухое плавание, готовиться к финальному испытанию на воде, когда откроют бассейн. Вот как этот волнительный момент вспоминает Игорь Травов. Я был в списке последней, вот со знаком вопроса, как сейчас помню, я посмотрел у нее этот в райс-эфимон, значит, в блокнотике там. И, наверное, я так понял из-за того, что я ей сказал, у меня было, ну, что ты можешь, а что ты можешь? Я говорю, ну, я могу пронырнуть бассейн. И вот этим я, может быть, ее, как бы, себе место забронировал. То есть я пронырнул до 25 метров тогда, это было, ну, наверное, для пацана, в то время, что такой семиклассник. И получается, что... и после этого мы начали уже тренироваться. Занимались после школы и до начала занятий, прибегая на уроки с мокрой головой. Плавали по три раза в неделю, а в каникулы каждый день. Начались первые соревнования. Эти поездки дельфиновцы старой закалки до сих пор вспоминают с особой теплотой. Однажды ребятам даже посчастливилось увидеть мастер-класс от прославленного советского пловца Владимира Буре, отца известных хоккеистов Павла и Валерия. В бассейне работало несколько тренеров, и у каждого был свой подход. Например, Борис Константинович Квитковский, который занимался с ребятами по вечерам после работы, очень любил вывозить своих воспитанников на большую воду. Он брал лодки в прокат. И не лодки, а единственную лодку он брал. И он греб. А мы от Маслихинского моста плыли до плотины за ним и обратно. Представить себе можете, какое расстояние? Огромнейшее. Так вот, начиная с его догонять, он усиливает. И вот мы такими темпами, то сбавляя, то наращивая темп. Вот это были тренировки на открытой воде. Было чудесно просто-напросто. За эти 55 лет через дельфин прошли сотни саровчан. Одним из самых прославленных воспитанников городской секции плавания стал Анатолий Рыбаков. В 70-х годах в составе сборной Советского Союза он принял участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Колумбии и чемпионате Европы в Австрии, откуда привез серебряную и бронзовую медали. Нынешнее поколение ребят тоже ставит перед собой амбициозные задачи. Сегодня в Дельфине только на бюджетной основе занимается 250 юных саровчан. Достигать успехов им помогает отличная база. 10 лет назад бассейн перестроили, оставив от старого здания только саму чашу. Не хватает разве что тренажерного зала и системы электронной фиксации финиша, которые, как считает Федерация плавания, помогут вывести наш бассейн на качественно новый уровень. В апреле в нашем городе прошел турнир по баскетболу среди ветеранов спорта «Золотая корзина». Его посвятили 75-летию Руфиадсвнеев. Ежегодные соревнования по баскетболу среди ветеранов спорта в нашем городе стали традицией. В 2020-м их решили провести в новом формате, но помешала пандемия коронавируса. В этом году турнир посвятили 75-летию Руфиадсвнеев. Дали ему имя, а главным призом стал переходящий кубок. Мы долго думали, как его назвать. Думали, в принципе, так, чтобы была сама корзина уникальным. Это ручная работа, это ковка. То есть мы вот ее изготовили. Так что это будет достойный приз победителям этого турнира. 10 апреля в спорткомплексе «Юниор» состоялось торжественное открытие турнира. Гостей и участников приветствовали представители Руфиадсвнеев и Саровской городской думы. Ваш пример – это действительно серьезный вклад в развитие молодежного вида спорта. Я бы хотел пожелать от этого матча всем прекрасной игры, достойной победы. И, как мы всегда говорим, кругу наших друзей, спортсменов спортивного долголетия. Зрители на трибунах спорткомплекса с удовольствием наблюдали за игрой опытных спортсменов, членов сборных России, победителей европейских и мировых турниров, олимпийских чемпионов. Показать свое мастерство на соревнованиях приехали команды из разных уголков России. Нам в основном приезжал Москва и Санкт-Петербург, и Нижний Новгород. Вот это четыре команды, и местная команда наша, Саровская. Четыре команды участвуют. Но в этом году уже 12. И представляют у Калугу, и Саратов, и Тула. Три дня команды состязались друг с другом в разных возрастных группах. В категории 40+, победу одержала команда «Феникс». В категориях 45+, и 55+, «Феникс» сборной Нижегородской области. Настолько приятно смотреть, потому что играют очень серьезные профессионалы. Это без всякой суеты, размеренно. Они, как бы, как можно сказать, спиной видят мяч. Это такое есть в спорте понятие. Это пример тому, как нужно жить, как нужно продолжать жизнь. Потому что без движения жизни быть не может. В конце апреля в Ледовом дворце торжественно закрыли хоккейный сезон. В рамках мероприятия прошел выпускной хоккеистов 2003 года рождения и посвящение в хоккеисты ребят 2012 и 2013 годов рождения. Стук, клюши, громкая музыка и шум трибун. Так в Ледовом дворце встречали хоккеистов, завершивших сезон 2020-2021. В торжественной обстановке подвели итоги по каждой возрастной группе. Наградили лучших игроков. Особое внимание уделили выпускникам. Команде «ЮХЛ» под руководством тренера Сергея Кулебакина. Они у меня самые лучшие, конечно. Долго очень обучались в школе, постигли и научились очень многому. Все старались, все молодцы. На протяжении всех этих лет никому у меня претензий нет. Игрок «ЮХЛ» Никита Багдашин весь сезон упорно готовился к переходу в молодежную хоккейную лигу. Спортивную карьеру юноши заканчивать не планируют и стремится покорить новые высоты. Хоккеист с теплотой вспоминал о прошедшем сезоне и о команде. Грустный день. Не хотелось бы, чтобы это все заканчивалось. Хотелось бы дальше так же играть. Но подходит возраст и пора двигаться дальше. Команда у нас получилась как целая семья. Все друг друга уже как родные. Всех друг друга поддерживали, помогали. После поздравления выпускников и посвящения в хоккеисты ребят 2012 и 2013 годов рождения на ледовой площадке прошли конкурсы, где младшие ребята показали мастерство владения клюшкой и шайбой. Я бил броски на точность. Забил всего два из десяти. Мне больше всего понравились булиты, как люди пробивали. Кульминацией вечера стал матч между ХК Саров и выпускниками спортивной школы. Игра прошла в дружеской атмосфере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова